Здравствуйте. Узнецов Дмитрий Евгеньевич. А кто это? Меня зовут Елисеева Екатерина Валерьевна. Вы Дмитрий Евгеньевич, верно? Чем обязан, Екатерина Валерьевна. Дмитрий Евгеньевич, я являюсь специалистом досудебного взыскания компании МВА Финансы. Рассказано с вами записывается. Дата рождения вашей 20 лет. Да. Откуда у вас это не происходит? Звоним вам через раз по вопросу о вашей задолженности по банку открытия. Где у вас просрочка несколько лет и сумма вопроса 609 800 рублей. Почему вы не производите выплаты? Потому что банк предоставлял вам реструктуризацию. А вам какая печаль, барышня, почему я не производил выплаты? Вы что, и с банком не звоните? Ну как, хочется понять. Ха, да ладно, вам хочется понять. Знаете, мне хочется понять, какие у вас вообще тараканы в голове. Очень хочется. Я же вам не задаю вопрос, не звоню. Вам интересно, что у меня в голове? Да, таракани в голове. Да, вот мне очень хочется понять, что у вас за тараканы в голове. Если человек вот не платит полтора года, живет спокойно, и что там за таракан вас кусает? За голову, чтобы вы подумали, что он все-таки решил заплатить. Какой таракан у того человека, который не пишет комментарии, что Кузенцов Дмитрий Евгеньевич юрист? А вас не кусают? Меня не кусают никакие тараканы. У меня их нет в голове. А вас не кусают? Нет, нет, нет. Только вот ваши тараканы. А что вы знаете? Не бывает такого. У каждого человека хоть какие-то, как вы выразили тараканы. Слушайте, вам кто это рассказал? Тараканы в голове у людей, кому надо их выводить, а именно лечить. Есть специальные специалисты. А у вас чистая голова, светлая. Абсолютно, да, светлая голова. Вот как может быть у вас она светлая, если вы работаете на такой работе? Я уже 50 миллионов раз сказал, друзья мои, вы, да послушайте, пожалуйста. Пожалуйста. Я не могу понять. Да, и вот я говорю в очередной раз таракан, ничего понять не получается. Потому что нужно уметь слушать собеседника, делать выводы, а не смотреть вашу тупую вот эту методичку. Так вы говорите монологом. Ну и что? Ну вы же мне позвонили, как хочу, так и говорю. А как с вами еще раз говорить? Ваш монолог слушать? Нет, нет, нет. Можно попытаться. Почему монолог можно попытаться? Я знаю что. Хотите, я вам расскажу сейчас заочно, как вы мне будете говорить. Во-первых, вы будете эксплуатировать термин неконструктивный диалог. Во-вторых, вы будете эксплуатировать термин, что если, ну в случае, если я начну переходить на личности, там, своих родственников, так называйте. Потом вы будете говорить, что не могу с вами, не хочу разговаривать, подготовьтесь к разговору, вам перезвонят, очередное вранье. Понимаете? Это все признаки того, что вы собираетесь выключиться. Я с вами сейчас разговариваю еще. Да, да. Зачем? Что вы хотите от меня услышать? Я с вами разговариваю. Ну разговаривайте. Что вы хотите мне такого интересного сказать? Что изменилось? Что может меня сподвигнуть пойти и отдать те деньги, которых я не брал никогда? Ну что? Вы никогда не брали? Вы не пробовали в банк брать? Зачем? Зачем мне туда обращаться? Максимальное, что я сейчас вижу, это только ваши бесполезные звонки. Вы уже, понимаете, вот мне еще, знаете, что интересно, вы были первые МБА Финанс, потом после вас было еще пять коллекторских агентств, и теперь вы опять приняли эстафету. Что там у вас происходит с вашими руководителями? Почему они вас таких вот несчастных под пули бросают? Успокойся, пожалуйста. Да я успокоился. Давным-давно. Давным-давно. У меня даже пульс не участился, когда вы звоните. Я пытаюсь понять. То есть я вас правильно понимаю. Вы в банке открытия никогда не брали кредит? Нет, я брал кредит. Отдал столько, сколько взял. А вот их аппетиты я удовлетворять не намерен. С их процентами, штрафами. Цифра 609 тысяч никогда не фигурировала в том договоре, который у меня есть. Максимум 300 тысяч. Из них я 380 отдал. Скажите, пожалуйста, а реструктуризацию в банке оформляли? Да. Оформлял реструктуризацию. Это они и так думают, и вам так сообщили. Понимаете? Никакой реструктуризации не было. Был обман клиента с предложением взять еще один кредит. После чего все и закончилось. Когда я перестал платить по тому кредиту, мне навязали, что я взял еще 500 тысяч. Понимаете? Которых я в глаза не видел. И я это 50 миллионов раз рассказывал. Вы же грамотный. Очень грамотный. В этом отношении не то, что грамотный, а очень грамотный. Потому что я знаю, что ничего кроме вот этих звонков бесполезных не ждать не придется. Звонки банка и оформите еще один кредит. Как вы? Да это не ваше дело, как это произошло. Понимаете? Хотите страшную правду? Хотите страшную правду? Страшную при страшной? Я решил таким. Я вам сейчас ее рассказываю. Я решил таким образом обмануть банк. Потому что банк прежде меня обманул. Да? Испугались? Нет, не испугались. Не надо выдумывать и не кривляйтесь, пожалуйста. Вот. И не надо мне только говорить, что у вас там запись разговора и все остальное. Нет, извините. Да, и вам изначально я сказала о том, что у нас запись разговора. Да, да, да. Только ее нет никакой записи. Никуда вы ничего не приложите. Вы слышите юридическую сумму. Потому что мама. Зря бы так думать. Я вам ничего доказывать это не собираюсь. А зачем доказывать? Зря бы думать. Вы ничего оплачивать не будете. Ну хорошо. Я не думаю. Я в этом уверен. Если бы я видел вас в глаза. Вы где там в Астрахани сидите, да? У меня обязательность по статье 307 гражданского кодекса. Хорошо. Я соглашусь с вами, что законная процентная ставка считается в центробанках в судебном порядке по начислению штрафов, или не устоят, ну и что-то тому подобное. Да. Ну хорошо. Но спишут вам с этих 690 тысяч 800 рублей, ну спишут 1230. Но в любом случае вам придется оплачивать. Так я оплатил 380 тысячи. Дмитрий Евгеньевич, ну вы же как юрист должны прекрасно знать. Когда берется кредит, вы же видели график платежи о том, что вы изначально выплачиваете процент. А вы мне ответьте вот на... Да это все, это понимаете, это детали. Это просто штампы, которых вам, ну скажем так, говорите и кройте вот эту тему. А вы мне объясните одну простую вещь. Почему банк... Почему банк полтора года в суд не подает? А ну объясните мне, пожалуйста, почему банк... Только не надо говорить это право банка и все такое. Почему банк не подает полтора года в суд? Не предъявляет никаких претензий. Не предъявляет никаких претензий. Это действительно так и есть. Это на усмотрение вашего кредитора. Ну так... Вам надо было юрисовать, потому что это на усмотрение вашего кредитора. Так вот, когда подашь банк в суд... Да, единственное, банк не стал вам выставить досрочное погашение по 811 статье. И он выставляет, что когда заявщик допускать в этот месяц просрочку. Да, да. 60 дней. 90 дней банк обязан уже в законном формате решать все. А все остальное будет считаться судьей, как искусственное наращивание процентов. Я знаете, сколько людей судебных тяжбок сопровождал? Вот именно с банками. Ну я очень рада, что вот... И знаете, почему банк не подает в суд? Потому что знает, что с меня ничего ему получить не получится. А вот... Я предъявлю документы... Нет, в любом случае, какой-то судебный банк получит. Он получит только в том случае, если в суд подаст. Вы согласны? Ваши попытки вытащить из меня деньги бесполезны. Делайте там какую-нибудь такую супер пометку. Мне не трудно с вами разговаривать. Я веселюсь. В ютюбе выкладываю. Понимаете, круто. Люди там такое пишут про вас. Да. Дело не в том, что... Ну просто мне жалко вас. Вот таких вот, как вы, жалко. Жалко. Вы свою фамилию назвали, имя, отчество. Ну я понимаю, что оно вымышленное. Но, воевайте, у меня вот один из крупнейших антиколлекторских каналов. Вы пожалеете вообще себя? Мне ты не звонит. А мне... А что мне жалеть? Ну мне что тебя жалеть? Вот вы говорите какие-то слова... Вы сейчас жалите. Это же вам звонят. Ну очень... Я рад. Я вам объясняю. Меня это очень радует. Более того, я... Был перерыв. Месяц мне не звонили. И потом я прямо загрустил. Дмитрий Евгеньевич с высшим юридическим образованием... Другого не бывает юридического. Владимир Арахан. А сам в своё время поделался, на автобусе банкой взяв кредит, и повторно ещё взяв кредит. Да. Он считает, что у него светлая голова. Да, просто я другими делами занимался. А кредитами я занялся вот как раз после того, как я... Ну теперь вы себя оправдываете. Да нет. Я просто чтобы вы понимали, чтобы вы не путали. Я бы сразу не понимал, что паттер от вас до третьего числа не поступит в полном объёме с вами вашей задолженностью. Я вам отчёты давать не намерен. И не буду. У вас нет прав с меня требовать отчёт какой-то. Я не прошу чтобы вы передо мной отчитывались. Я вам взяла вопрос, на который можно ответить да или нет. У тебя не такой сложный вопрос. Это вопрос, который подразумевает несколько ответов. В том числе я не хочу отвечать на этот вопрос. Да или нет. Ну два ответа. Один и один... Это вы себе придумали, а мне хочется вам ответить. Я не придумала. Я в ответительной форме у вас спросила. Я не придумала. Нет. Вы придумали, что на ваш вопрос существует только два ответа. Нет, давно уже, давно нет. Вот доказательство того, что вы проходимцы. У вас информации даже нету, которую я подал в банках, только поменял место жительства. Хорошо, я вас услышал. Так, у меня телефоны ваши есть дополнительные, значит фиксируем отказ от оплаты. Скажите, что кто-то приедет ко мне, да? Нет, зачем я это буду? Ну, фиксируйте, скорее фиксируйте, скорее фиксируйте. Вы же сказали, что вы выкладываете на сайт YouTube наши разговоры, верно, Дмитрий Евгеньевич? Я так надеюсь, что оценят ваше высшее юридическое образование, что как вас блаждают банк по благословению, потому что вам тяжело понимать тот факт, что вы вот бестолковая женщина. Дмитрий Евгеньевич, нет, Дмитрий Евгеньевич. Зачем, Дмитрий Евгеньевич? Когда дело дрянь. Когда дело дрянь. По разговору можно сделать вывод совсем другой. Но это в принципе ваше право у нас в стране демократии. Я делаю право. Да демократия не демократия. Была бы не демократия, я бы все равно смог спокойно себе заметить, что со мной разговаривать бестолковый человек. Я так вам и говорю, у нас свободная страна, и каждый имеет право от слова и делать выводы какие-то. Ну я вам конспектирую. Да фиксируйте, как вы это делаете каждый раз. Не открывайте, пожалуйста, Дмитрий Евгеньевич. Сколько у меня, наверное, из всех моих роликов выложено на ютубе порядка 70 это МБА финансов. Все время вы что-то там фиксируете. Дмитрий Евгеньевич, вы обязательно вот этот выложите, обязательно вот этот выложите. Конечно, все без исключения выкладываю. Все без исключения.